Всем привет! С вами доктор Влад и сегодня речь пойдет о деменции. Я вам покажу простенький способ, простенький тест определить, не начинается ли у вас деменция. Ну, к статье, я к этому ролику делаю статью, я к ней тут прилепил определение деменции из Википедии и немножечко поясню. Значит, деменция это приобретенное слабоумие, в отличие от врожденного, например, олигофрении. Приобретается, в кавычках, эта деменция обычно в более старческом возрасте, но иногда и в молодом, в результате аддиктивного поведения. Вот у меня тут написано, вернее, в Википедии написано, я поясню, аддикция это не только вредные привычки, допустим, алкоголизм или наркомания, это более широко. Допустим, шопоголики, да, те, которые любят по магазинам ходить или геймеры вот эти заядлые, которые сутками там сидят в какие-то игры играют. Это тоже аддиктивное поведение, это тоже может повлиять на развитие мозга в худшую сторону. Вот в чем дело. Так что, ну, во всем нужна мера, что тут думать-то, во всем нужна мера. Вот если меры нет, то может это проявиться уже в молодости, вот эта деменция. Ну, обычно, наиболее часто в старости, так называемая синильная деменция или стариковская по латыни, синирис, старческий, стариковский. Вот один из симптомов болезни Альцгеймера, это как раз деменция, когда у человека нарушаются способности мыслить. Вот, остальное можете посмотреть про деменцию в интернете, там я посмотрел 740 тысяч страниц. Вот, а сейчас я покажу очень простенький тест, который, вот знаете, на какое-то время подключает мозг прям, да. Вот, я сам попробовал, ну, конечно, я сам сначала попробовал, думал, работает или не работает. Работает, еще как работает. Смотрите, что нужно сделать. Нужно попросить или самому, или если вы кого-то проверяете, попросить нарисовать на листочке бумаги циферблат, ну, допустим, ну, не знаю, без 24, да. Вот, и вот я сейчас прям при вас возьму вот листочек, у меня тут есть, да, он чистый, как видите. Вот я сейчас без 24 нарисую на нем. Так, и... Так, рисуем круг, рисуем время. Так, это, значит, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Без 24, ну, значит, помню еще, да. Без 20, вот эта большая стрелка, ага, а вот это будет маленькая стрелочка. Вот что у меня получилось. Без 24. Вот, попробуйте. Вот, знаете, я, ну, сейчас я уже более-менее, потому что я потренировался. У меня тут первый вот тоже был листочек, значит, я круг, я круг плохо рисую, честно говоря, вообще рисовать не умею. Вот, ну, я помню, когда вот я впервые вот это взял, да, у меня мозги прям бум-бум, так, ага, где тройка, где шестерка, где девятка. В общем, попробуйте. Тест веселый, но в каждой шутке есть доля правды. Вот, и если, а что дальше делать, да, если вы забыли, где тройка, где шестерка. Ну, к врачу идти, ну, конечно, можно сказать, к врачу. Вот, а вообще попейте на атропил. На атропил или пироцетам, вот, ну, это, собственно говоря, одно и то же, да. И, по-моему, во всяком случае, в мои времена, 10 лет назад, там, 11, они продавались просто без рецепта. Ну, и попросите у врача. Я пробовал на себе вот этот, на атропил, я пробовал на себе, там еще в России. Вот, я одно время увлекался кроссвордами. И, вот, знаете, таблеточку выпьешь, да, через полчасика, голова свежая. То есть, на атропил улучшает снабжение головного мозга, коры головного мозга. Попробуйте, если у вас кора головного мозга отслаивается, да, как на березе. Ну, попробуйте на атропильчик попейте. Вот, ну, а вообще-то, конечно, не стоит увлекаться чем-то уж слишком. Вот, ну, уже не говоря про алкоголь, курение, там, и прочее. Ну, игры, вот, как я уже сказал, или, там, сериалы смотреть. Это тоже аддикция, это тоже привычка. Вот, нежелательная. Как этот Витцин-то говорил, привычки разные, нехорошие, да. Не нужно. Я вам желаю всего самого хорошего, и чтобы у вас мозговая деятельность сохранялась, что надо, до самого, так сказать, до самых, там, 100 лет и больше. До свидания. С вами был доктор Влад.